У нас мильный микрофон. Снимают, говорят, что они думают. Кто хочет веру, он делает веру. А мы знаем, как конституционный... И это вот Анжела Киев. Мы можем просить, пожалуйста, вам будем поговорить наши пенсионеры, можете сказать, что вы... Видите, пожалуйста. Как мы должны к ним поддерживать? Что мы еще должны сказать? Что мы должны сделать? Каким даром и щедроем? Никогда в этой жизни в нашей жизни. Как мы еще должны сказать? И что мы должны сделать? Куда уже вернишься? Это уже да, куда вернишься? Мы уже такие мирные. Господи! Мы уже этих антивайданов готовы целовать, отнимать и каждый день кормим. Они не слышали, приходят, кушают, кушают и приют нам легко. Поэтому банду-гейдь пошли вон, и никаких разговоров с ними никто не будет видеть. Банду-гейдь! 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 И наш совет, у нас уже дети обрадовались, мой совет, наверное, мы что-то будем делать. Девочки, мы все это сделали. Все! Молодцы! Сейчас, сейчас... Я еще раз не могу. Оскольки народный микрофон, завильный микрофон, то будут подходить разные люди, говорите разные вещи. И сейчас они очень эмоциональные, потому что болело очень много. Поэтому единственное, что я прошу, это приходите и высложайте свою думку. Если одна думка намного больше, и этих думок будет намного больше, так, среди одной думки, то, конечно, они будут выигрывать и победить. Тих, кто думает, что у нас сейчас смотрится по телебачению, какие имеют те самые думки, какие люди, которые стоят на меданях, приедутесь, рассловуйте свою думку, говорите, что вы думаете. Если это попадает, если вы увидите в Киеве и Державе, приходите на нас и говорите, как вы говорите. И у нас есть еще раз. И Светлана, в Киеве и Державе и Державе В Галинин, в Киеве и Державе в Киеве уже прорываются между об сообщениями. Идите, и смотрите, в Киеве и мультиметрии, где подходят, Я говорю, я рупь, я видел, что люди дарят, я дарят ныне, и я еще не беру правила, что знают, что которые интересуются, там люди принимают. Я типа, женщины, я знаю, что такие провокации, которые спешно с гибелью, допустим, о полковнике, где находится, как гибель, и не видеть стоят до этой ноги, и со мной я и сказал, что они в основном. Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... 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 Но люди добрые, я понимаю, это настолько важно, настолько платно. Я все, кто не стоял, и нас все не понимает. И действительно, вы мощности, мощности, дотрыващие, вы мощности. И я, предстоятельно, благодарен. И много украинских, это же, как вам. Но есть часть людей, которые очень важны. Например, в Кирянам и Маваду простейше выйти на Майдан, если люди начнутся Сакарпаттия, Прикарпаттия, Півщины. Понимаете, вот говоришь, что не может, так много, но должен быть какой-то культурный человек, все эти люди. Не можно сказать, что это политика, политика. Так, народу могут быть правы. Мы боремся против цієї влади. Но человек должен иметь какой-то заряд. Когда мне этот путь выступает в университете, и когда воскресенье театра выступает в этот удар, вы понимаете, я огромный статус на Холіна перед этими юблянами. Они настолько несут позитивный заряд, они дают нам наценку, они дают нам наценку, они дают нам, что мы боролися. Вы понимаете, у меня просто, я не знаю, кто хочет вернуться. Вы говорите, что люди должны идти на страй. Вы все добре понимаете, что лише 4% предприятия державного пациента. Все в кинчих руках. Регионы Донецкой и Центральной Азии. Посмотрите, на высшую заработку по заработке в Донецкой области. Азар виходит до них, они танцуют руки, спевают. Ликарь, читатели, что это застало, когда они расстанутся, пенсии обеспечиваются. Вы увидите, как они будут заработать в этот бюджет. Вы понимаете, я рулялами хочу сказать, что нужно, чтобы наши лидеры в эркстрайке, а люди боятся. Почему боятся? Вы понимаете, что человек в молодом веке втрачает работу. Это же в пенсии, когда человек, который за 40, 50, добавил пенсийный век. А почему же вы на работу принимаете 35-40? И стандарт, и косметровый, но и юс, я как-то что-то не подошло. Вы не подъявите на эту задачу? Нет, никогда. И вы понимаете, я просто хочу, что люди залякали. И у меня есть наема фест, что у нас интернета, працюня за водой. Сказали так, або я спитриваю Жану Голича, а вы подправляете еще работать. Нам нужно, чтобы мы будем идти в эту программу юридическую, чтобы люди будут принимать участие в страйку, чтобы они были защищены. Вы понимаете, нам нужно стоять на пенсиях. Вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. Кто такой Леонид Макарович Кравчук? Вы знаете, сколько он строит вклад? Он действительно мог обрабевать Украину. 133 миллилитра долларов, чтобы саджать граждан, и всегда в Сибири. Он строит в первом году, в 1993 году. И вот так это то, как у вас есть, в Роспространстве. У них 10 миллионов граждан, что пали. Он строит в интернете. В тысячи раз не ценив наши зашательные гроши. Мы должны пригласить лишь 700, на Роспространстве. Там 50 тысяч рублей. Так скажите, будь ласка, кто такая людина, кто ей дал морально право, кидать за сел их нашу имя, в эти цереводы. Там в присутствии Кучма. Кучма, это не может подъедать указ надам, чтобы вы понимаете, что вы творите все эти судьи, какие-то особые, что все эти судьи не тренируются вклады. Где же площади вас уходят? Кто такой Ющенко? И он сидит, и они все нас повчают, каким шляхом надо идти, как нам жить, что нам делать. Шлях Украины один. Перемога независимая передавантажением влади. Я вам желаю всем митного здоровья, добра удача передо перемоги. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Все знают, какой это регион, это церковь Украина, но это промышленные города, промышленные города. И оно содержит. Значит, это тот геноцид, который нам вступает на территории. Это мора, это нога. И он хочет обратить нас к жителям, по-дападам, по-дападам, что вы не ругайте, и на людей, которые начинаются сейчас, в 18 лет, где на Востоке. Вот. Слава Украине! Я бы хотел обратиться к оппозиции, хотел сказать, то есть только и более активно предлагать и активные варианты в этой моратории и на этих моратории и на этих мацидеях мы воспринимаем что они воспринимают просто оппозицию как и и и и вращение и работы и работа как абсолютную наступить на правильную статистику в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем. То есть мы смогли активно рассказывать людям, что наша оппозиция делает в будущем, в будущем, в будущем в будущем. То есть как она поддержит промышленность в наших любимых, В будущем выкинуть эти активные варианты, которые принимают в практике, что люди в будущем, и вообще не сочетает править в будущем. Конечно за этот факт в России не смогут служить следовательно от наших совок, но пропаганда экзотизм, с государством, это совершенно темное дело, Поэтому только Слава Украине! Багато людей с ним протяженника Смит и захід разом! Смит и захід разом! Смит и захід разом! Шановны мои майданники! Я понимаю, что каждая людина мает право на свою единушку Перед этим вступам Мой коллега Майдановича Так он понимает, что почему вы не понимаете? Что партизия заважает и сделает Россию! Это Россия! Так вы что? Кто-то скажет Я не знаю, что неправильно Я не знаю, что Вы проводите больше активной работы в Украине Что на своем стране ведется Программа Что когда прийдет нового влада Он видит Работу правословой секции в Украине Он ответил, чтобы этого не было Больше активно проводить работу в Украине И говорить о том, какие стати стены приймуты и пенитивные стены правословой секции в Украине Итак, друзья я надеюсь, что мы говорим что мы хотим то, что мы хотим почувствовать Давайте поймать важнее чувство Одинностого мы можем это слово не так почувствовать и дальше и дальше и дальше и дальше и уже все в Украине Я вас очень уважаю, что вы каждый раз полетайте мне повредите руки Доброе утро, Майдан! Дай Боже здоровья тем, кто не спал Дай Боже еще больше здоровья тот, кто виспал и готовый стоять сегодня целый день до победы Итак, все вместе давайте скажем чудное слово которое мы сегодня начнем наш сегодняшний день Слава Украине! Дай Боже я скажу всем чтобы мы сегодня еще и этот день простояли вы знаете часто бывает что я сгадаю очень интересную показочку мальчишки мальчишки нам бы день простоять на ночь продержаться вы знаете я думаю что мы продолжим не один день и не одну ночь а тот мальчишк плохий который с золотым унитазом и лопает бочку варенья и корзину печенья чтобы он нарешно понимал свою позицию неправильно и покаялся и пошел геть а то ж друзья спевайте разом концуем разом слоеводу перемоги ну и изначально только обнимемся как сказал Дарас Шевченко тут даже скит и задний разом мне подобается еще лучше тема не только скит не только задний а как сказал Дарас Шевченко обнимемся брати мои молю вас благаю ну то ж я хотел бы заставаться для вас песню у нас глава Дараса Шевченко я хотел бы заставить мою давайте задумаемся еще раз для чего мы стоим и если у нас в середине еще что-то трошечки начинает уже сказать а может уже и не треба давайте задумаемся а что же будет если мы все пойдем домой наступки будут еще меньше наступки ну